Степень опьянения водителей могут в ближайшее время пересмотреть. Подробности смотрите в этом видеоролике. Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это снова канал Автосправочное. Сегодня газета ведомости опубликовала интервью с вице-премьером Маратом Хуснулиным. Я напомню, Хуснулин по совместительству, помимо того, что он вице-премьер, также является председателем правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. В своем интервью он упомянул об интересной инициативе, которая касается изменения действующего порога, при котором водитель считается находящимся в состоянии опьянения. Я напомню, на сегодняшний день этот порог составляет 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха, либо 0,3 г на литр крови, если анализ берется, соответственно, по крови водителя. Что интересно, этот порог у нас уже неоднократно менялся. Если из последних событий вспоминать, до 2010 года данный порог составлял 0,15 мг на литр выдыхаемого воздуха, то есть был чуть меньше. А в период с 2010 по 2013 год данный порог был вообще полностью отменен, то есть в России действовало так называемое нулевое промилле. Соответственно, было много обращений в Верховный суд, было много судебных разбирательств, в части того, что было незаконно лишено водительских прав большое количество водителей. Это именно тот период нашей истории, когда лишиться прав можно было даже при минимальном показании алкотестера, то есть там 0,01 мг на литр было достаточно, чтобы остаться без водительского удостоверения. Именно с этим, скорее всего, связаны множество историй, которые до сих пор ходят про то, что человек там выпил кефир, выпил стакан кваса и остался без прав. Да, наверняка такие ситуации в действительности были. Именно из-за этого в 2013 году в России все-таки официально вернули обратно вот этот минимальный порог в состоянии опьянения. Причем его даже увеличили, получается, на 0,01, если до этого, до 2010 года было 0,15, теперь 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха. Вопреки тому, как многие думают, этот порог не является показателем того, что человек может перед тем, как сесть за руль, немного выпить, там, стаканчик пива, там, что-то еще. Многие почему-то до сих пор думают, что этот порог нужен для того, чтобы можно было передвигаться за рулем, выпив немного, то есть в минимальном состоянии опьянения. Однако, на самом деле, это не так. Этот порог 0,16 мг выбран специально для того, чтобы он учитывал максимальную потенциальную погрешность измерений. То есть, к примеру, если ты там принял какое-то лекарство, либо что-то еще, либо алкотестер показал не точно, это тот порог, который должен гарантировать, что пьяный человек будет отделен от трезвого. То есть, если показывает более 0,16 мг, то человек гарантированно должен являться пьяным. Теперь, получается, по информации Марата Хуснулина, именно вот этот порог планируют пересмотреть. Понятное дело, что пересматривать его будут не в большую сторону, а в меньшую. Я напомню, еще в сентябре 2021 года тот же самый Марат Хуснулин поручал МВД и Минтрансу проработать целый ряд мер, направленные на борьбу с аварийностью со стороны пьяных водителей. В рамках этого поручения ведомства должны были еще до 1 ноября 2021 года проработать несколько инициатив. Первая инициатива – это введение обязательного уголовного наказания для всех пьяных водителей. На сегодняшний день я напомню, в случае, если человек пойман пьяным за рулем впервые, то ему грозит лишь административная ответственность в виде лишения прав и штрафа в размере 30 тысяч рублей. Согласно же данной инициативе предлагается, если человек даже в первый раз сел за руль пьяным, то сразу же ввести дальнего уголовную ответственность вместо административной. Вторая инициатива предлагалась в случае, если человек сел за руль повторно в состоянии опьянения, лишать его водительских прав сроком не до 3 лет, как сейчас, а ввести пожизненное лишение прав за повторное пьяное вождение. Третья инициатива, она опять же касается этого порога опьянения, предлагалась ввести дифференцированную ответственность, которая бы зависела от степени опьянения. То есть, если человек садится за руль в состоянии очень сильного опьянения, то и ответственность в данном случае предлагалась сделать сразу же более суровой. Еще одна инициатива, если человека поймали пьяным за рулем, то лишать его прав управления не только транспортными средствами, но также и средствами водного транспорта, воздушного транспорта и самоходными машинами, такими как снегоходы, квадроциклы и так далее. Еще одна инициатива касалась того, что в случае, если человек был пойман пьяным за рулем, то ввести запрет на получение разрешения на оружие. И последняя инициатива из этого пакета поручений, это обязательная постановка всех водителей, которые хотя бы раз были пойманы пьяными за рулем, на учет в наркодиспансерах. Судя по всему, вот эта сегодняшняя информация в интервью Марату Хуснулина появилась как раз таки в рамках проработки данных инициатив. Я считаю, что необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови за рулем, ведь существует прямая зависимость смертности и аварии от количества промилле алкоголя в крови. Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с 1 промилле алкоголя в крови, уже потенциальные смертники. Поэтому эти вещи надо регулировать. Заявил в своем интервью Марат Хуснулин. Насколько же именно могут изменить данный порог, когда все это может произойти, естественно, Марат Хуснулин в своем заявлении не уточнял, так как работает еще пока что только ведется. Но, судя по всему, ужесточение наказания для пьяных водителей, которое активно обсуждалось в течение 2021 года, а я напомню, в июле 2021 года уже было ужесточено уголовное наказание для тех, кто повторно садится за руль. Судя по всему, эти инициативы также будут в дальнейшем внедряться и будут активно прорабатываться и в 2022 году. Вот такая вот информация. Что вы думаете по этому поводу, насколько это поможет, либо не поможет бороться с пьянством за рулем, вы традиционно можете поделиться своим мнением в комментариях под данным роликом. Спасибо, что досмотрели видео до конца, всем удачи на дорогах и всем пока.